Девушки отдыхают На хромой собаке На хромой собаке, а за ними раки Своё место есть у каждого слова в русском предложении Но это не значит, что слова не способны меняться местами Разве что всякая словесная рокировка меняет смысл предложения Или, по крайней мере, оттенок смысла Что об этом думает старший преподаватель кафедры русского языка Как иностранного и методики его преподавания Ирина Усенко И аспирант Санкт-Петербургского государственного университета Эфи Чулха Узнаем прямо сейчас Простая, казалось бы, вещь Порядок слов Если вы говорите, что ты очень умный Это похвала, да? Да, это похвала Но вы можете сказать, что умный ты очень И это значит, что ты не умный, а наоборот глупый Как так? Да, дело в том, что здесь мы видим обратный порядок слов То есть обратный порядок слов, он передает иронию Но ведь говорят, что в русском языке свободный порядок слов Я думал, как хочешь, так и говоришь Говорить как хочешь не получится Сначала идет субъект подлежащее Затем предикат сказуемое И затем объект Это прямой порядок слов А если наоборот, сначала предикат, потом субъект Это ирония? Да, иногда это ирония, но здесь очень важна интонация Ну, хорошо, я понял Если девушка мне говорит Ты мне очень нужен Это значит, да, нужен А если я слушаю Нужен ты мне очень? Ну, это повод задуматься У нас великий русский язык В нем перестать местоимение сказуемое и подлежащее И появится интонация Наша Маша горько плачет Или плачет наша Маша горько Ты понимаешь? Это ж поэзия! А вот есть такая фраза Он говорит, что любит ее Вроде все здесь очевидно, да? Очевидно, что любит Но если мы используем одно маленькое слово Только Посмотрите, сколько получится вариантов Он говорит, что любит только ее Раз Он только говорит, что любит ее Два Он говорит, что только любит ее Три Только он говорит, что любит ее Четыре Как может одно маленькое слово только изменить любовь? Очень даже может. Но ставить это слово нужно перед тем словом, к которому оно относится по смыслу. Например, точно так же происходит с частицей «не». Он совсем не глуп. И он не совсем глуп. Ведь это абсолютно разные фразы. Кто тебя учил? Оля. Покажи мне. И я разорву его, как тузик грел. Я же говорю, в школе. А я что, за границей, что ли, учился, Легкоступов? Если б не в школе, то доходчиво. А вот есть еще интересная вещь. В русском предложении самая главная информация находится в конце. Например, вопрос. Кто лучше всех сдал тест? Ответ. Лучше всех сдал тест Игорь. А если я спрошу, как Игорь сдал тест? Игорь сдал тест лучше всех. И еще я могу сказать, что Игорь сделал лучше всех. И тогда будет ответ «Игорь лучше всех сдал тест». Почему главная информация в конце, а не в начале? А есть вообще предложение в одно слово? Моросит, вечереет, смеркается. Ты чувствуешь? Так точно, товарищ командир. Конечно, русские об этом мало задумываются. Точно так же, как мало задумываются они о том, что безлюдное и бесчеловечное – это совершенно не синонимы. И о том, что утренник – это праздник, дневник – это книжка, вечерник – это студент, а ночник – это лампа. Да, русский язык интересно изучать. И я думаю, интересно преподавать. Русский язык очень интересно преподавать, прежде всего потому, что мы не только передаем свои знания студентам, но и сами обогащаемся. А, например, мы узнаем о том, как тесно связаны язык и менталитет. И о том, что русский язык, например, дает простор для полета мыслей. А немецкий, напротив, позволяет упорядочить мысленный поток в узкие логические рамки. Дорогие друзья, мы приглашаем вас в нашу профессию. Вы посмотрите на ваш родной русский язык совершенно новой стороны. И я уверена, что на этом пути вас ждет немало интересных открытий. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...